Всем привет, с вами Фил и вы смотрите DevBlog95 от 29 января 2016 года. И перед началом перевода хочу напомнить, что в моей группе ВКонтакте стартовал розыгрыш на 6000 подписчиков, а также те кто соскучились по моему выживанию, не забывайте подписываться на мой второй ютуб. Там каждый день выходят ваши любимые видео. Ну а теперь к делу. Начинается DevBlog по стандарту этого года с новой музычки. Второе. Долгожданные новые блоки. Их наконец-то реализовали и они работают. Конечно есть некоторые ошибки, к примеру отображение кнопки закрытия-открытия на неподвижных блоках, но разработчики обещают это убрать в ближайшее время. Я конечно считаю, что это не так критично, главное чтобы все стабильно работало. Третье. Напольные люки. Один из таких люков приведен на видео и по мнению разработчиков именно он получит наибольшее внимание. Этот люк сделан очень круто, так как помимо двери наверх он оснащен раскладывающейся лестницей и на него можно повесить замок. Я если честно думаю, что разработчики с ним что-нибудь сделают, потому что в моем понимании это отличная защита от рейдеров. Ведь если в доме шкаф стоит не на первом этаже, а вешать посторонние лестницы нельзя, то как вообще рейдерам попасть на второй и последующие этажи? В общем посмотрим что будет. Мне кажется либо снова разрешат ставить лестницы вне зависимости от шкафа, либо при получении достаточного количества урона у люка будет ломаться только замок и его можно будет легко открыть и залезть. Четвертое. Исправление ошибок. На этой неделе была подключена новая ускоренная система приема жалоб и анализа. Так что теперь у разработчиков есть система, которая не только извлекает все сбои отправленные игроками, но также обрабатывает их и группирует похожие вместе. Следовательно теперь разработчики будут сразу видеть по какой из ошибок получено больше всего жалоб и в первую очередь работать над ней. Пятое. Четырехкратный зум. Началась разработка оптического прицела. Это новый модуль для оружия. Ставиться будет в слот куда ставился обычный прицел, но приближение имеет значительно лучше. Также будет снижать отдачу. Шестое. Исправление. В основном исправили ошибки связанные с модулями оружия, а у прицела с красной точки хотят сделать более широкое поле обзора. Седьмое. Оптимизация. Сделали оптимизацию пост текстур и модели подземелий, но они по прежнему ресурсозатратные, так как находятся в стадии разработки и не окончательны. Соответственно они еще будут дорабатываться. Восьмое. Звуки строительных блоков. Над ними началась работа. В основном это касается звуков новых дверей и люков. И кстати, тут есть затравочка про то, что на следующей неделе должен появиться концепт стеклянных окон. Девятое. Одежда. Идет глобальная корректировка одежды, а точнее ее посадки на персонажа. Уже сейчас мы должны заметить более гладкие деформации. Возможно к следующей неделе переработка всей одежды будет завершена. Десятое. Взгляд игрока. Теперь предметы, на которые мы смотрим, будут более точно взаимодействовать. Это касается ситуации с большим количеством ящиков, расположенных близко друг к другу. Теперь открыть именно тот, который мы хотим, будет гораздо легче. Хотя я, если честно, не сталкивался с такой проблемой. Одиннадцатое. Растения. Недавно разработчики столкнулись с такой проблемой, как заполнение тыквенными растениями всего сервера. Их выросло более ста тысяч. В общем, разработчикам это не совсем понравилось, и они хотят сделать так, чтобы за растениями надо было ухаживать. Поливать, либо еще что-то. В общем, чтобы они жили. Двенадцатое. Огнемет. Внезапно вернулся концепт с огнеметом. Странно, что разработчики про него вспомнили, но в новости уже приведена 3D модель, которую можно посмотреть с любого ракурса. Тринадцатое. Оптический прицел. Здесь также есть 3D модель, которую вы можете изучить, зайдя в официальную новость. Четырнадцатое. Условные модели 2.0. Вкратце говоря, это система, которая позволит сэкономить ресурсы компьютера на обработку кучи объектов, размещенных на сервере. Это обновление позволит создать объекты более сложными и должно улучшить работу искусственных сооружений. Пятнадцатое. Животные. С ними были какие-то серьезные проблемы. Пропали звуки на большинстве поверхностей, или он не совпадал с действительностью. В общем, если верить разработчикам, то все исправили. Шестнадцатое. Опыт и уровни. Началось создание серьезной системы по прокачке персонажа, и вот это меня реально радует. Конечно, уже есть куча мод серверов с прокачкой тех или иных характеристик, но все-таки, когда это делают сами разработчики, как-то приятнее, и я думаю, будет гораздо лучше и продуманнее. Также хотят сделать новую систему рецептов, так как разработчики не очень довольны тем, что есть сейчас. Как я понял, им не нравится то, что найденные чертежи можно передать друзьям, и вообще легко получить. Сейчас хотят сделать, чтобы чертежи можно было изучать в зависимости от уровня прокачки персонажа, и добавить к изучению какую-то последовательность. Семнадцатое. Концепт подводной лодки. В планах это будет еще одна заброшенная зона, в которую будет очень тяжело попасть, но там будет хороший лут. И на этом у меня все. Надеюсь перевод вам понравился, и вы поддержите меня лайком. Не забывайте подписываться на оба моих канала и группу вконтакте. Всем желаю удачи и хорошего настроения. Пока!